Медитации в саморазвитии. Давайте поговорим об этом в данном видео. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова. Я являюсь автором двух бизнесовых книг про «Рыб, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете» «Лохотрон» – это ваш сетевой и личный опыт. Очень рекомендую почитать эти книги и ознакомиться со всей информацией, которая находится в описании под видео. Сегодня мы поговорим о медитациях и как они связаны с саморазвитием. Почему важно научиться эффективно медитировать и чем они в общем в жизни нам могут помочь, эти самые медитации. Для того, чтобы провести какую-то параллель, нам с вами нужно понять, что же такое медитация. Медитация – это в общем упражнение, причем эффективное, по расслаблению и концентрации, которое освобождает наш мозг от мыслей и тревог, успокаивает нас, ну и приводит мышление наше в общий порядок. Однажды я услышала такую аналогию, что наш ум от природы является как непривязанная обезьяна. Очень мне эта аналогия понравилась, объясню почему. Почему? Наш ум от природы ведет себя настолько хаотично, как в самом деле вот эта обезьянка, которая скачет из ветки на ветку, а у нас ум скачет из мысли на мысль. Что очень важно в нашей жизни, а также в бизнесе в целом, нам нужно дисциплинировать свой ум, а также его нужно ограничивать. И все это важно для тех, кто хочет достичь реально желаемого результата и видимого, а также большого, ну что уж там. То есть, иными словами, чего-то значительного, значимого. Регулярные занятия медитацией повышают наше с вами настроение, учат нас расслабляться полностью и не реагировать на стресс. По некоторым данным еще медитации позволяют в борьбе с курением, с алкоголем, то есть различными вредными привычками. Явно укрепляют нашу с вами волю и характер, улучшают нашу концентрацию, память и интеллект. Фразу, которую я сейчас сказала, я ее осознанно перемешала со своим личным опытом, а также опытом других людей, намного выше статуснее меня, конечно же. Но дело в том, что я сама на себе проверила, что вот не помедитируешь, к примеру, если утром, то день пойдет вообще к коту под хвост. В плане того, что будет много агрессии, стрессов, головных болей, каких-то моментов, которые просто-напросто из-за чего могут раздражать. Вот, допустим, я сейчас мог бы раздражать вот этот цветок, который вы не видите, или вот эта ветка, которая мне сейчас мешает. Но она мне приносит удовольствие, и я люблю этот цветок. И, естественно, это восприятие, конечно, отдельно взятого человека, но сегодня она мне нравится, завтра она мне может бесить. И также может бесить абсолютно все. Вот просто. И когда я начала медитациями заниматься, я уловила себя на понимании, осознании, что я круче справляюсь со всякими стрессовыми ситуациями, ситуациями в общем жизни, преградами, нюансами, которые, казалось бы, должны выводить из себя. Я всегда улыбчивый, счастливый человек, но бывает и такое, что я могу поручать. Лучший друг мне говорит так, я люблю тебя, говорит, когда ты хорошая и добрая. Но я всегда хорошая и добрая. Но дело в том, что у нас с настроением тоже и характером можно бороться такими способами, вроде бы не заурядными и интересными, но явно-явно повышающими стрессоустойчивость, а также другие вообще моменты в жизни. 20 минут медитации утром, 20 минут медитации вечером и жизнь удалась. Я, конечно, с долей юмора подхожу к этому моменту серьезному, но на самом деле, еще раз повторю, 20 минут утром медитации, 20 минут вечером медитации дают поразительные, интересные результаты и эффекты. Причем, вы заметите, это не сразу, по истечению нескольких месяцов, а если это практиковать полгода, то явно выдернет хорошо на новый уровень. Я гарантирую, и на себе это, в принципе, проверила. Когда я готовилась к данному видео и решила заглянуть, что же говорят о медитации, такие выдающиеся личности, я приятно была удивлена в то, что Робин Шарма говорит о медитации, что он каждый день так же медитирует. И дело в том, что он отмечает, что если он с утра помедитирует, то день у него проходит в хорошем настроении, пройдет в общем отлично. Он принимает больше каких-то адекватных решений, больше сделок закрывает. Но если ему стоит типа медитировать, он говорит, что первый человек на пути к офису, к работе, его просто-напросто выведет из себя, и день в общем пойдет наперекосяк. Все абсолютно в точности могу сказать так же и о себе, потому что после того, когда я начала практиковать медитации, если я пропускаю, к примеру, один из дней, да, там быстро встали, быстро что случилось, и не делаю, то точно, что день идет наперекосяк. Если же я вхожу в день, как запланированное, уделяя этому целый час, об этом я поговорю в следующем видео с вами, и расскажу, как же я вхожу в день, и для чего использую первый свой час просыпания, то тогда у меня все складывается так, как в принципе было запланировано. Для того, чтобы не быть скептиком и не говорить, что вот эти медитаторы, непонятны вообще секты и так далее и тому подобное, просто нужно пробовать и понять, для чего она вообще нужна. И я предлагаю вам окунуться в те медитации, которые лично я уже записала, и они также есть на моем канале, на моих страницах в социальных сетях. Разнообразие медитаций я постоянно пополняю, и сейчас огромное внимание уделяю раскрытию всех семи чакр. Работаем с группой людей и запускаю очередной марафон. Что же даст и чем будет полезен нам с вами марафон, я расскажу в другом видео. В этом же скажу лишь то, что я объединяю нас всех в один большой чат, где мы делимся информацией, приходящей во время медитации, а также эмоциями, и разбираемся в этом во всем, а также окунаемся глубже в это во все, для того, чтобы скомпоновать понимание, чувства, эмоции и рациональность использования данных медитаций. По любым абсолютно вопросам пишите в личные сообщения. До новых встреч!